Да мы так не похожи, даже по цвету кожи, становись руки, руки выше, пусть нас здесь каждый услышит. Для того, чтобы, как это принято говорить, почувствовать сцену, участникам форума потребовалось немного времени и несколько репетиций в перерыве между встречами, мастер-классами, занятиями с экспертами. Молодым людям рассказывали о возможностях, которые предоставляет государство, а также о том, что могут они сами. Алексей из Гулькевичского района о форуме узнал от местных общественников. Говорит, что интересно встретиться и пообщаться, как и многие собравшиеся, считают, что сегодня главное, чтобы была работа. Представители власти напомнили, что по закону на предприятиях, где работают более 30 человек, должны быть предусмотрены места для граждан с ограниченными возможностями. Вместе с тем в президиуме отрекомендовали участников, которые после прошлого форума получили грант, создали общественную организацию, которая уже помогла найти работу 40 молодым людям. Первый форум «Гражданская консолидация» прошел этой весной. Организаторы пояснили, что решили не ждать, когда пройдет календарный год, потому что опыт оказался успешным. Удалось помочь с участием в спортивных состязаниях. Впервые ребята поехали на общекраевой молодежный форум «Регион 93». Периодичность раз в полгода, вероятнее всего, сохранят, а Анапа станет местом постоянной прописки мероприятия. Несколько причин. Первая причина – то, что здесь есть инфраструктура, которая позволяет проводить данный форум. Ну, в частности, санаторий, который имеет такую возможность. Таких санаториев очень мало. Второе – климат, которым обладает Анапа. Третье – определенный дух такой свободы. Свободы для отдыха, свободы для знакомства. И Центр культуры Родина, и Городской театр, где принимали участников форума, оснащены всем необходимым. В Анапе уделяют особое внимание доступности пляжей, социальных и коммерческих объектов. По основным маршрутам уложена плитка для ориентации слабовидящих. Инфраструктуру постоянно совершенствуют, опираясь на мнение общественников. Я хотел восстановиться, прежде всего, вас поприветствовать от имени главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева. Почему? Потому что основное направление в организации работы, в беспрепятственной среде, в безбарьерной среде Сергея Павловича уделяет огромное внимание. А напчане считают, что город-курорт можно сделать одним из центров реабилитации, где помощь будут оказывать в том числе и те, у кого есть личный опыт. По словам Юлии Бариновой, здесь нужно, как часто говорят сегодня, быть в теме. А из-за неосознанных ошибок человек может выпасть из жизни на 5-6 лет. Мы можем помочь людям психологически, юридически. Мы можем показать свой опыт, что мы не потерялись, что есть такие люди. Да, мы тоже жили на ногах, теперь мы чуть-чуть в другой ситуации. И мы можем на своем примере показать людям, что жизнь не закончилась. Как говорят организаторы, у общества есть запрос на проведение таких форумов, а представители власти хотят слушать участников, потому что их идеи и подходы – свежий взгляд, который чаще всего и помогает решать проблемы, копившиеся десятками лет.